Небоскреб. 50 этажей плюс. Почему в Беларуси этого нет? И будет ли когда-нибудь это? Будет, думаю, что не скоро. По одной простой причине, во-первых, очень много земли. Зачем строить вверх, когда есть куда расширяться по земле? Во-вторых, себестоимость такого небоскреба очень высокая. Она очень высокая, и в нем, как правильно, коэффициент полезной и грязной площади, он тоже не очень хороший. И поэтому пока еще экономика не доросла, но она, естественно, это будет. Это связано с ценой на землю, в первую очередь, или что? Или с чем это связано? Это связано, во-первых, с ценой на землю. У нас на дешевую получается. Знаете, я был последний раз в Гонконге, наверное, года 4 или 3, уже не помню. Я был свидетелем сделки. 1200 квадратных метров за миллиард 100 тысяч долларов были проданы. Естественно, что на таком кусочке там будут строить и 120, и 150 этажей, только сколько разрешат. Здесь еще, опять-таки, до этого тут нет таких цен, и нет такой потребности. Поэтому туда, естественно, мир движется. Можно посмотреть, наверное, на любой, в принципе, центр столицы у Западной Европы, и мы увидим там немало небоскребов. Тель-Авив — это очень хороший пример, где земля дико дорогая, и там сегодня мы уже видим, наверное, уже не десятки, уже, наверное, даже сотни у небоскребов. И, опять-таки, пока есть земля, пока цены низкие, пока экономика еще не доросла, я не думаю, что мы увидим в ближайшие 5 лет, я этого не вижу. Ну и плюс-таки еще и население еще не дошло к тому, что может быть качественный квадратный метр в небоскребе. Все-таки еще, я говорю как о жилье, так и не о жилье, да. Потому что еще не все ознакомлены, не все понимают преимущества, не все понимают плюсы. Кажется, может быть, в голове еще сидит, что это муравейник, хотя по всему миру самая дорогая недвижимость, она в небоскребе. Ну, вдруг ли застрянет где-нибудь. Знаете, ну, есть такая ментальность, хотя, опять-таки, у нас Клевер Парк — хороший пример. У нас же там офис, здание оперирует уже два года, и лифт ни разу не застревал, все нормально, понимаете. У нас 4 лифта, но, насколько я помню, ни один лифт ни разу не застревал. Это вопрос, опять-таки, подходов и вопрос понимания, что сегодня есть технологии, которые позволяют качественно строить, их просто нужно использовать. Но в таком сценарии не может быть метра по 500 долларов никак.